На дороге в городском поселении Загорянский баррикада. Два ряда железобетонных блоков в высоту. На пересечении улицы Октябрьская и Звездная. Эта дорога с асфальтовым покрытием соединяет Щелковский район и городской округ Королев. Теперь здесь камера наблюдения и табличка. Возможный объезд. Члены общественной палаты Щелковского района приехали на это место не случайно. В общественную палату Московской области поступило обращение, в котором указывалось, что закрытый переезд не только создает неудобства, но и предоставляет серьезную опасность. В случае экстренных и чрезвычайных ситуаций силы ГОЧС, скорой помощи и полиции лишены возможности оперативного движения между указанными городами со стороны реки Клязьма. Дополнительно ситуацию осложняют образованная с недавнего времени единая скорая помощь, объединяющая Щелковский район, Королев и Мытище. Это значит, что к населению служба поедет из ближайшего пункта. В случае с поселением Загорянский – из Королева, но ближайший переезд закрыт. Общественная палата осмотрела объездные маршруты. Дорога не асфальтирована и создает большое препятствие проезда для многих машин. Это перекрытие аналогично закрытому проезду на пересечении Загорянки, Королева и Ивантиевки, созданному ранее по инициативе городского округа Королев. Разбираться с ситуацией стали в администрации городского поселения Загорянский. Это улица Жуковская, это наша улица. Это мы ее перекрыли. Блоками. Блоками. Но это временно. Люди привыкли, а потом мы будем шлагбаум ставить. Оказывается, инициатором закрытия дороги стали сами жители. Это был кратчайший путь для транзитного транспорта между муниципалитетами. По словам жителей, там проезжало больше трех тысяч машин в сутки. Жить и через себя пропускать такой огромный трафик – это страшно. Поэтому жители в течение многих лет добивались перекрытия транзитного проезда по этим улицам. Мы очень желали этого перекрытия много-много лет. Вот оно наконец состоялось. Мы впервые немножко вздохнули свободно и спокойно. Я уже не так боюсь отпускать детей. Раньше это был просто ужас. Просто было страшно. Транзитная дорога, а также обрушение грунта побудили жителей собрать подписи. Проведенные публичные слушания стали основанием для решения администрации закрыть проезд. Мы проверили, в полном ли порядке были проведены публичные слушания. Действительно, было назначено решение о проведении публичных слушаний в одной газете. И в другой газете было уже вынесено решение по проведению публичных слушаний. То есть, с точки зрения законности процедур, здесь нарушений нет. Другая сторона вопроса – проезд экстренных служб. На это в администрации объяснили, что доступ к каждому дому через объезд предоставлен. И в будущем вопрос будет решаться не установкой железобетонных блоков, а другими путями. Все службы городского поселения имеют полный доступ. То есть, постановление направлено во все службы. А так как это является прерогативой местных властей сегодня, то согласование с органами дорожного движения, с ГАИ, как бы, не требуется. Все поставлены в известность. Схема направлена всем службам. Известный принцип губернатора Московской области гласит, что житель всегда прав. Но кто прав в данном случае? Для одних это препятствие. Ведь в расположенную неподалеку детскую музыкальную школу водят детей со всей Загорянки и даже из Королева. Для других это право жить в чистом поселке, без шума и загрязнения от проезжающих машин. В данном случае, конечно, общественная палата считает, что ограничение транспорта, ну, оно должно быть. Я считаю, все-таки Загорянский поселок, ну, или дачный поселок Загорянский, он всегда был с 30-х годов образцом культуры. И, конечно, ну, даже вот ограничение движения надо сделать цивилизованно. Либо, ну, по мобильному телефону, чтобы открывался шлагбаум, либо там по каким-то кодовым сигналам. Работа, она, конечно, правильная, но ее надо сделать цивилизованной до конца. Приезжающий КАМАЗ разворачивается. Теперь ему доступ закрыт. По закону внутриквартальной дороги муниципального значения по решению публичных слушаний могут быть перекрыты. Консенсус в обеспечении необходимого проезда теперь задача руководителей Загорянки и Королева. Марина Познякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова